МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Шестом Международном Конгрессе, а также в выставке «Цветные металлы-2014» задействованы около 500 специалистов из 20 стран мира. Это 163 компании, причем среди них крупнейшие отечественные и зарубежные горнометаллургические организации. В Красноярск делегаты из США и европейских стран привезли свои последние разработки в области добычи и обработки металлов. Здесь они вместе с нашими экспертами обсуждают, как сделать работу предприятий эффективнее. Задача заключается в том, чтобы технологии производства алюминия, никеля, золота, меди, свинца, цинка и технологии поиска месторождений полезных ископаемых, чтобы они способствовали снижению себестоимости продукции на любом переделе и одновременно улучшению экологического состояния предприятий и городов. Многие из зарубежных компаний работают в Красноярске уже десятки лет. Совместный труд принес множество научных разработок, которые уже внедрены на сибирских предприятиях. На одной из прошлых выставок в сотрудничестве с российскими компаниями нами всеми был разработан проект конструкции уплотнения для российских заводов. Эта конструкция уже нами запатентована и уже применяется на Красноярском алюминиевом заводе. Делегаты говорят, сотрудничество с Красноярским краем и с Россией в целом очень выгодно. Именно в нашей стране самые богатые месторождения ресурсов. И вести дела с нашим регионом компании намерены, несмотря на последние политические события. Отмечают политика политикой, а бизнес есть бизнес. Наша компания прекрасно понимает, что Красноярске является центром по производству первичного алюминия и по обработке металлов. Это перспективный рынок для нас. Мы уже заключили представительское соглашение с российской компанией, чтобы поставлять наши технологии в ваш край, на ваши заводы. Мы надеемся заключить контракт уже в этом году. И наше оборудование появится уже в начале следующего года. В настоящий момент мы обговариваем возможность двух устройств. Это два шлаковых пресса, которые установят на Красноярский алюминиевый завод уже в 2015 году. Несмотря на то, что Конгресс посвящен металлургии, обсуждают здесь и продовольственные санкции. Европейцы рассказывают, из-за ответного эмбарго России у них значительно подешевели продукты, так как их на рынке теперь переизбыток. Казалось бы, нужно радоваться, однако бизнесмены понимают, что выгода от этого всего лишь временная. И дальше это только усугубит экономику стран. К счастью, металлургии санкции не коснулись. Сейчас представители зарубежных компаний намерены укрепить свои позиции на территории Красноярского края. Власти региона такую позицию полностью поддерживают. Говорят, время, когда Россия лишь торговала, ресурсами прошло. Теперь нужно развивать высокие технологии переработки. А зарубежные партнеры могут в этом сильно помочь. Мы сегодня не только первичный сектор экономики рассматриваем добычу сырья и продажу того же алюминия или никеля в чушку. А вы видите, производство роботов, производство техники. Это вот наша задача. Как утверждают эксперты, сейчас в Красноярском крае используется около 20% от всех ресурсов. Сотрудничество позволит разрабатывать гораздо больше, а главное – качественнее. А это напрямую отразится на краевой экономике, а значит и на качестве жизни сибиряков. Александр Ловицкий, Николай Островский. Новости.